У человека есть только два пути – или прогресс, или деградация. Консерватизм в чистом виде противоречит сути закона Вселенной. Саморазвитие. Что для вас означает это слово? Может постоянное чтение книг? Может приобретение новых навыков? Или развитие уже имеющихся? Может быть развитие в творческом направлении? Или регулярные занятия спортом и поддержание своего здоровья? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Что такое саморазвитие? Если попытаться сформулировать более емкое определение, то можно сказать так. Саморазвитие – это постоянный и комплексный процесс развития своих положительных качеств в разных сферах – физической, интеллектуальной, творческой, эмоциональной, духовной, который характеризуется добровольностью и самоконтролем, изучением новой информации и применением ее на практике безо всякого принуждения извне. Если же говорить самыми простыми словами, то саморазвитие – это работа над собой. В процессе саморазвития человек концентрируется на своих личных желаниях и целях и постоянно добывает все новые и новые знания для их достижения. Этот процесс является основным для достижения жизненного успеха. Из чего состоит саморазвитие? Саморазвитие можно разделить на несколько направлений. Физическое развитие – развитие тела, силы, мускулатуры и выносливости. Физиологическое развитие – улучшение здоровья, которое выражается в благотворном воздействии на разные системы организма. Социальное развитие – развитие способностей и умений, навыков и качеств, которые позволяют подниматься по карьерной лестнице, осуществлять переход между социальными слоями, улучшать межличностные взаимоотношения и повышать социальный статус и авторитет. Духовное развитие – познание и осознание себя, поиска смысла жизни и своего предназначения, принятие ответственности за все, что происходит перед самим собой и другими людьми. Интеллектуальное развитие – развитие мышления через получение новой информации, развитие новых навыков и качеств, повышение грамотности, изучение новых направлений и областей знания. Профессиональное развитие – повышение и развитие профессиональных навыков, качеств и умений, изучение новых технологий и направлений работы. С чего начать саморазвитие? Универсальной формулы, которая подошла бы любому человеку, не существует, потому что у каждого из нас своя жизнь, свое мироощущение и представляющие, о счастье. Так что и путь к лучшей версии себя у каждого свой. Но если вы только на старте, в самом начале пути, то есть все-таки несколько шагов, которые можно привести в качестве общих рекомендаций. Первое – осознать необходимость в изменениях. Второе – найти свои недостатки и определить направление для развития. Третье – сформировать образ желаемого будущего и поставить цель. Четвертое – найти и выбрать подходящие способы достижения желаемого результата. Пятое – начать действовать, исходя из поставленных целей и выбранных способов. Разберем каждый из этих этапов чуть более подробно. Первое – осознание необходимости в изменениях. Самое первое, что вам необходимо сделать, это понять, что вам на самом деле нужны конкретные перемены в жизни. Лучшим способом, который поможет вам с этим определиться, является критическая оценка самого себя, своего повседневного состояния и своей жизни в целом. В большинстве случаев можно ориентироваться на несколько показателей, которые могут прямо указывать на то, что пора меняться и начинать развиваться. Сюда можно отнести, например, ощущение регресса, стояние на месте и отсутствие каких-либо изменений в жизни. Или, например, необъяснимое ощущение тревоги внутри, постоянная прокрастинация, появление вредных привычек и так далее. Понять, что что-то не так, не всегда просто. Порой наше сознание специально выстраивает барьеры, говоря, что все нормально, что все это временно. Но просто постарайтесь посмотреть на свою жизнь с другой стороны. Если эти проявления уже начали появляться у вас на постоянной основе, то нужно в срочном порядке брать себя в руки и предпринимать конкретные действия. Второе. Поиск своих недостатков и определение направления для развития. Вторым обязательным шагом на пути к саморазвитию является поиск и понимание того, что вам необходимо менять. Минусы есть у каждого из нас, но лишь ваши недостатки должны вас беспокоить, потому что они могут стать серьезной причиной неудач и поражений в жизни, а также неудовлетворительного жизненного результата. Поэтому подумайте, что именно не позволяет вам раскрыться, что вам мешает получать удовольствие от жизни, что вам мешает по-настоящему радоваться жизни. Определите все эти моменты. Третье. Формирование образа желаемого будущего и постановка цели. Третьим обязательным шагом является постановка целей. На этом этапе вам необходимо сформировать для себя конкретный желаемый образ вашего будущего, который позволит вам наметить основные ориентиры на пути и понять, куда и к чему конкретно вы хотите прийти. Определите, что конкретно вы хотите изменить, чему хотите научиться и чем хотите заниматься. Будьте честны по отношению к самому себе. Только это поможет понять, что вам на самом деле нужно и какое направление для саморазвития вам нужно выбрать. Четвертое. Поиск подходящих способов достижения желаемого результата. На этом этапе вам нужно найти и определить для себя наиболее подходящие способы саморазвития. Вам необходимо рассмотреть все варианты, которые помогут вам осуществить задуманные. Вы можете обратить свое внимание на книги, фильмы, обучающие курсы по интересующей вас тематике. Вы можете попросить совета у более образованных и опытных людей. Обратиться к специалистам в той сфере, которая вас интересует. Вы можете пользоваться открытыми источниками в интернете, потому что там имеется огромное количество материалов по самым разным тематикам. Пятое. Начать действовать, исходя из поставленных целей и выбранных способов. Поставив цели и подобрав подходящие варианты для развития, сразу же начинайте действовать. Этот шаг можно назвать самым важным и при этом самым трудным, так как именно от него будет зависеть, сумеете ли вы достичь своей цели или нет. Чтобы вам было легче двигаться, постоянно вспоминайте, ради чего вы все это затеяли. При достижении даже самых незначительных результатов, сравнивайте их с теми, которые были до того, как вы начали заниматься саморазвитием. Процесс саморазвития – это процесс постоянный, но чем больше вы будете прилагать усилий, тем легче он вам будет даваться. Субтитры создавал DimaTorzok